МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа о тех, кто принимает решения в Ненецком автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск информационной программы законодателей в этом выпуске. Приняли в первом чтении. Депутаты регионального парламента приняли в первом чтении проект закона о бюджете Ненецкого округа на 2021 год и плановый период. Вопросы системы образования и культуры в Ненецком округе обсудили на базе Кванториума. Здесь прошло плановое заседание парламента и руководителей профильного департамента. Взяли шество. В Наринмаре прошло первое заседание Попечительского совета Юнармии. Командиры воинских частей, расположенных на территории региона, взяли шефство над юнармейцами. Депутаты регионального парламента в ходе очередной 31-й сессии приняли в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период. Этому предшествовала кропотливая работа профильных депутатских комиссий. Законопроект прошел нулевые чтения, депутатские и общественные слушания. 10 из 23 вопросов, включенных в повестку 31-й сессии, собрания депутатов были посвящены главному финансовому документу региона. И теперь работа над бюджетом переходит на второй этап, в ходе которого необходимо учесть все рекомендации. Мы сейчас переходим ко второму этапу и будем работать над поправками. Есть, конечно, большое желание учесть все предложения, которые здесь прозвучали. Я думаю, бюджетная комиссия у нас здесь активно поработает в этом направлении. У нас есть предложения. И самое главное, что я хочу отметить, самое главное, что у нас по результатам всех вот этих мероприятий, которые прошли по бюджету, были сформулированы, а, рекомендации, о которых мы сегодня говорили, и которые будут обязательно учтены, и, б, это второе, у нас все эти вопросы войдут в планы работы профильных комиссий по вопросам бюджета. В первом чтении принята доходная и расходная часть главного финансового документа региона. В 10-дневный срок после общественных слушаний депутаты и губернатор могут разработать свои поправки. А 10-го декабря они будут рассмотрены на заседании профильной комиссии. В середине декабря мы эту работу завершим, когда учтем вот эти рекомендации, о которых я сейчас сказал, и, соответственно, те плановые мероприятия, которые каждая комиссия в отдельности будет планировать для себя. Во втором чтении мы уже примем с учетом поправок и с учетом текстовой части. Это то, что касается бюджета на 2021 и последующие 2022-2023 года. Кроме того, на 31-й сессии в закон об окружном бюджете 2020 года внесены очередные изменения. Общий объем доходов окружного бюджета на 2020 год увеличивается на 2,9 миллиардов рублей и составит 19,6 миллиардов рублей. Общий объем расходов увеличивается на 3,5 миллиарда рублей и составит 23,3 миллиарда рублей. Дефицит окружного бюджета составит 3,7 миллиардов рублей. Увеличение связано с включением в доходы безвозмездных поступлений на сумму 4,1 миллиард рублей с федерального бюджета. При принятии проекта окружного бюджета в декабре прошлого года не в полном объеме были предусмотрены отдельные расходы, в том числе затраты на коммунальные услуги образовательных учреждений. Поэтому выделены средства на погашение кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Составило 11 миллионов и для них это на самом деле очень большая сумма. Поэтому было принято решение о том, что мы по департаменту образования возмещаем все коммунальные услуги и будут они погашены на 1 ноября 2020 года. То есть все затраты по коммунальным услугам на 1 января по данному департаменту будут закрыты. За счет резервного фонда правительство Российской Федерации 4 миллиарда рублей будут направлены на строительство автодороги Нарьин-Марусинск. Дополнительно поступившие федеральные средства направят также на реализацию мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию округа и на выплаты медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлен коронавирус. Мы также просили департамент финансов, чтобы предусмотрели средства непосредственно все по санавиации и эта сумма у них составляет около 24 миллионов уже, но в поправках данных учтены 14 миллионов, еще значит, ну пока на сегодняшний день 10 кредиторская задолженность, но и мы непосредственно необходимо, наверное, учесть, что будут еще дальше полеты. Добавлены средства на доставку продовольственных товаров в сельские населенные пункты. До необходимого объема доведено финансирование отдельных соцвыплат, в том числе выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, включительно. Многодетным семьям, пенсионерам. Добавлены субсидии на организацию бесплатного горячего питания, обучающихся в школах и СУЗах. Кроме того, в прошлом году депутаты предложили увеличить стипендии студентам организации среднего профобразования, поэтому добавляются средства на выплату повышенной стипендии. С 1 сентября этого года. Подробнее о решениях 31 сессии расскажем в программе «Законодатели». Ольга Русул, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». Перед принятием бюджета в первом чтении прошла кропотливая работа профильных комиссий парламента. Необходимо было учесть все расходы и провести их оптимизацию, где это возможно. Председатели комиссии рассказали о той работе, которая велась ими при подготовке законопроекта. Анна Булатова, председатель комиссии по социальной политике, провела целый ряд заседаний с руководителями профильных департаментов, в ходе которых детально разработали каждую статью бюджета. Так, в 2021 году будет выделено более полутора миллиардов рублей на меры социальной помощи гражданам. Будут проиндексированы ежемесячные компенсационные выплаты онкологическим больным, больным сахарным диабетом и донорам крови. Я хочу обратить внимание жителей региона, что ни одной меры социальной поддержки не сокращено. В настоящий момент в связи с дефицитом бюджета мы не можем проиндексировать все меры социальной поддержки. Выйдет очень большая сумма, в которой возможно вылится даже больше миллиарда. Но самое главное, что все меры сохранены. Парламентария отметила, что некоторые меры социальной поддержки населению, которые оказываются в регионе, уникальны. То есть такая поддержка существует только в Ненинском округе. В их числе финансовая помощь многодетным семьям, выплаты к учебному году, региональный материнский капитал на третьего и последующих детей и другие. В Ненинском округе оказывается социальная поддержка разным категориям граждан. Это и инвалиды, это многодетные семьи, это оленеводы, это дети-сироты, пенсионеры. Граждане предпенсионного возраста сохранена региональная гарантия. Ну а главный принцип оказания мер социальной поддержки, конечно, адресность и нуждаемость. Она, конечно, сохранена у нас. Заместитель председателя комиссии по вопросам образования, культуры и спорта Николай Миловский отметил, что из проекта бюджета, который поступил в собрание депутатов, не была урезана ни одна статья расходов. Есть достаточно такие суровые проблемы, которые нам предстоит решать. В частности, это не полностью заложенная коммуналка на учреждения по образованию. То есть там полный объем – это 459 миллионов, ну если так округлить. Это где-то 75% от требуемой суммы. То есть не хватает еще 115. Но мы планируем это все выправить поправками. То есть уже буквально, возможно, на декабрьской сессии мы изыщем какие-то резервы. Ну и далее в течение года мы будем стараться все возможные противоречия выправить. Александр Чурсанов, председатель постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, при собрании депутатов Ненецкого округа отметил. К сожалению, на 2021 год и на плановый, на 2022-2023 год, на сегодняшний день не предусмотрены финансовые средства на инициативное бюджетирование. Прежде всего, эти средства, как мы знаем, идут на благоустройство, опять же, сельских населенных пунктов. Это очень важно, потому что в этом процессе участвуют не только органы местного самоуправления, это главы, депутаты местные, но и жители непосредственно. Поэтому, я думаю, между первым и вторым чтением все-таки мы будем, ну и рекомендации эти были по комиссии Натальи Александровны Кордаковой по бюджету, что эти средства необходимо предусмотреть. Кроме того, члены комиссии выступили с предложением о сокращении представительских расходов по всем главным распорядителям бюджетных средств. В том числе, речь шла о сокращении финансирования на обучение специалистов. Конечно, хочется больше в бюджете видеть средств, которые направлены на развитие сельских населенных пунктов. То, о чем мы постоянно говорим, это программные мероприятия, это привлечение федеральных средств на развитие и коммунальной инфраструктуры, на строительство жилых помещений как для специалистов, так и для жителей, для оленеводов, в общем-то. И, конечно, строительство социально значимых объектов. Мы знаем, что у нас очень много проблем на сегодняшний день с домами культуры, со школами, то есть они требуют ремонта. Комиссия по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера под руководством депутата Матвея Чупрова в ходе рассмотрения вопросов оптимизация окружного бюджета обратила внимание на субсидии сельхозпроизводителям. К слову, в бюджете следующего года они заложены в полном объёме. Моё мнение, что бюджет ещё между первым и вторым чтением он потерпит довольно-таки большие изменения, потому что у нас появилась на сегодняшний день уже экономия средств за счёт сокращения расходов на содержание высших должностных лиц в Ненецком автономном округе. Ну и нужно в том числе как бы и профинансировать статьи, на которые на сегодняшний день заложено недостаточно средств или средства вообще не предусмотрены. Одно из таких из важнейших направлений – это поддержка на территории Ненецкого автономного округа некоммерческих организаций, потому что так вышло, что в проекте бюджета пока на сегодняшний день у нас напротив графы гранта некоммерческим организациям стоит ноль. Этого, конечно, нельзя допустить для того, чтобы в условиях кризиса, в условиях пандемии, наоборот, поддержать наши некоммерческие организации, поддержать наших активных людей для реализации социальных проектов на территории округа. Комиссия по экономической политике и бюджету, координатор бюджетного процесса в регионе в соответствии с законом, рассмотрение расходной части происходило непосредственно при участии главных распорядителей бюджета вместе с профильными комиссиями. Состоялось четыре заседания. На комиссии, которая состоялась 5 ноября, депутаты подробно рассмотрели доходную часть бюджета и параметры расходной части, госпрограммы и нацпроекты. Проанализировав все показатели, парламентарии пришли к выводу – бюджет надо оптимизировать, увеличивать межбюджетные трансферты, поднимать выплаты недропользователей на социально-экономическое развитие региона, не допускать дополнительных расходных обязательств и снизить расходы на органы власти. Но самым сложным у нас всегда является рассмотрение департамента строительства, ЖКХ, потому что на самом деле у них очень много полномочий. И понимая, что всегда очень сложно идет рассмотрение вот этого департамента, мы провели несколько выездных заседаний. Были выездные заседания по дорогам сделаны. И следует отметить, что со следующего года мы городские дороги все передаем, полномочия передаем обратно в город, и это правильно, будет один хозяин. Также мы выезжали по строительству жилья. Одни вопросы в ходе этих поездок были сняты, другие, напротив, вышли на новый уровень. Наталья Кордакова отметила хорошую работу департамента и главы региона по привлечению федеральных средств на строительство дороги Нарьян-Марусинск. В то же время депутаты обратили внимание на очень высокий норматив по содержанию дорог и рекомендовали снизить его, оставив на уровне 2020 года. То, что касается строительства жилья для детей-сирот, это находится также на контроле у прокуратуры. И постоянно в докладе об этом говорится. Большой процент, миллиард двести у нас в этом году предусмотрено строительство жилья. Кроме того, в бюджете на следующий год заложено строительство школ и садов в посёлке Нельминнос. Масштабное строительство ожидается в посёлке Искателей. Здесь начнётся возведение школы. На эти цели будет выделено 1,9 млрд рублей. Из них 25% – федеральные средства. Строительство Дома культуры и ФОКа. Кроме того, запланированы деньги на разработку проектно-сметной документации по детскому саду в Харивере. Необходимо, конечно, большие средства по строительству мостов. Поэтому предложено департаменту предусмотреть федеральные средства по строительству моста через лесозаводскую курью, а также через реку Колва. Итогом работы комиссии стали депутатские слушания, в ходе которых были приняты рекомендации. Часть рекомендаций будет уже у нас непосредственно, я надеюсь, что будет учтено во втором чтении, а часть рекомендаций непосредственно будет реализована в течение 2021 года, 2022 и 2023 годов. Наталья Кордакова отметила хорошую работу профильного департамента, который, несмотря на все трудности, смог добиться уравновешенного бюджета. Налоговые каникулы для предпринимателей, зарегистрированных впервые, продлят до 1 января 2024 года. Решение о продлении срока действия льготной налоговой ставки 0% для упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения принято на очередной 31 сессии регионального парламента. Законопроект разработан в связи с окончанием действия льготной ставки на территорию округа 1 января 2021 года. Предложено продлить налоговые каникулы еще на 3 года, до 1 января 2024 года. Закон направлен на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, в том числе на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, создание условий для поддержки начинающих предпринимателей на старте бизнеса. Предполагаемые изменения необходимы с учетом введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией, поскольку малое и среднее предпринимательство в настоящее время испытывает серьезные трудности в связи с падением спроса, вызванным ограничениями в работе. Применение льготной налоговой ставки в течение двух налоговых периодов со дня регистрации в качестве предпринимателя позволит обеспечить поддержку начинающим предпринимателям на ранней стадии начала собственного дела. За предыдущий период, как я уже сказал, на 200 единиц выросло количество таких предпринимателей, это, соответственно, увеличение ДФЛ, увеличение рабочих мест, и это дает плюс. И в последующем, когда они уже встают на ноги, твердо стоят на ногах, они начинают платить налог. Второй законопроект относительно инвестиций касается арктической зоны. Решено устанавливать пониженную ставку налога на прибыль 12,5% для компаний, которые являются резидентами арктической зоны. Ранее она составляла 17%. Это новые компании, которые становятся резидентами арктической зоны, и бизнес-проект которых, объем этого бизнес-проекта не менее 1 миллиона рублей. Действовать пониженная ставка налога на прибыль будет в течение 7 налоговых периодов с момента, когда они начнут получать прибыль. То есть сначала происходит инвестирование, они строят объект, запускают свой бизнес, работают сначала в минус ноль, кредитуются, потом выходят из нуля в плюс, и после этого в течение 7 налоговых периодов они еще также платят по пониженной ставке налога на прибыль. По мнению законодателей, сокращение издержек позволит компаниям вкладываться в свой проект, что повлечет за собой дополнительные рабочие места создания инфраструктуры. Сейчас уже подано 6 заявок от таких компаний. Сейчас на расходах и доходах окружного бюджета данный законопроект никак не отразится, только в перспективе. В 2021 году будет приостановлено действие закона о создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядки наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа. Такое решение было принято парламентариями в ходе 31-й сессии. Законопроект о расселении граждан из домов, признанных ветхими и аварийными, был принят в 2019 году. Губернаторам было предложено выкупать квартиры горожан по средней рыночной стоимости, чтобы ускорить процесс расселения. Известно, что бывают ситуации, когда люди стоят на очереди, а эти люди все стоят на очереди. Сегодня прозвучало, что они потеряли очередь. Это не так. Все люди, которые живут в ветхом аварийном жилье, посчитаны, и все стоят на очереди. У нас работает региональная программа по переселению, соответственно, финансируется федеральной властью. Она не отменена, она как действовала, так и действует. Но для того, чтобы улучшить работу этой программы, был придуман закон о выкупе. В связи со сложным бюджетом на 2021 год депутатами принято решение о приостановлении этого закона. В 2020 году на эту программу было выделено 282 миллиона рублей, и они были благополучно освоены. То есть люди получили эти деньги и смогли купить себе жилье, переехать туда, куда им нужно. Но в этом году у нас бюджет гораздо хуже, поэтому этот прогрессивный закон, который позволял ускорить процесс сноса ветхого аварийного, к сожалению, пришлось приостановить. Ну и, как было сказано, будет бюджет, получше будут новые налоговые поступления, соответственно, этот закон мы обратно запустим в действие. Заместитель губернатора Ненецкого округа Наталья Сидорова, курирующая в регионе образование, культуру и спорт, отчиталась о работе за 2019 год перед депутатами собрания. Мероприятие состоялось в недавно открытом в Наринмаре-Кванториуме. «Скажите мне, пожалуйста, какой из этих двигателей будет работать без воздуха? Который реактивный, да, нажимаем на реактивный, он двигается». Перед отчетом небольшая экскурсия по Кванториуму. По данным профильного департамента, с момента открытия Кванториума 11 ноября 2020 года его посетило более 500 детей и взрослых. На обучение зачислено 422 ребенка. Место проведения заседания выбрано не случайно. Отчет перед парламентариями держит заместитель губернатора по образованию, культуре и спорту Наталья Исидорова. Основные моменты – реализация национальных проектов и послание президента. «Это и бесплатное питание, выплаты за классное руководство и доп. места в школах». В ходе заседания Наталья Исидорова рассказала депутатам о проблемах, с которыми сталкивается ведомство. Например, строительство интерната в поселке Каратайка – вопрос с финансированием на 2021 год. Этого социально значимого объекта не решен. «О работе, которую ведем на сегодняшний момент по строительству и включению, выделению федеральных денег, где хотелось бы, чтобы помогли и депутатский корпус, безусловно, это Скаши – коррекционная школа. На сегодняшний момент мы понимаем примерную стоимость строительства данного объекта. Но вот как только получим положительное заключение экспертизы, то, соответственно, будем уже отрабатывать с федерацией по выделению федерального финансирования». Перед отчетом депутаты подготовили 25 вопросов заместителю губернатора. Они были направлены заранее. На каждый из них получен письменный ответ. «Департамент образования беспокоит финансирование в первую очередь, потому что планов, как и у них, так и у депутатов по результатам обращения граждан громадью, и всех одномоментно реализовывать не получается. Поэтому приходится находить баланс, организовывать какие-то, даже не графики, а структурировать эти вопросы, эти проблемы и находить самые насущные, чтобы в первую очередь отрабатывать их». В числе обсуждаемых вопросов как строительство новых объектов, организация досуга школьников на селе, так и детская безопасность. «Организация питания. Этот вопрос, слава богу, в этом году решился. Получили федеральное финансирование. И с первого по четвертого класса питание будет организовано. Поиск специалистов, мотивация специалистов, чтобы они дополнительное обучение проходили, чтобы они проезжали из других регионов. Эти все вопросы всем известны. То есть они редко меняются из года в год, но они могут менять свое положение в приоритетах». Кроме того, рассматривались вопросы строительства на селе учреждений культуры. «То, что касается моего участка западного, то меня интересует, прежде всего, это, конечно же, Пеша. Это дом культуры, который снесли, конечно, в этом году старый, потому что он нес опасность. То есть он находится в центре села, ему просто сгореть, и не дай бог это бы случилось. Но на сегодняшний день там дома культуры вообще нет. Он должен быть. Это и ремонт дома культуры в селе Несь, это, конечно же, ремонт дома культуры в Пеше, это школа на Колгуеве, это ремонт школы в Неси, также в Шойне. То есть проблем очень много. Но я думаю, что совместно с органами госвласти, с администрацией округа мы эти вопросы будем решать». Также на встрече говорили о проблеме с педагогическими кадрами и неравномерности заработной платы. Парламентарии предложили вернуться к вопросу формирования кадрового резерва и выравниванию зарплат специалистов различных образовательных учреждений после подробного анализа проблемы. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Защита прав ребёнка, какие меры на уровне закона востребованы, а что будет излишним? В Наринмаре обсудили нашумевшие уже законопроекты Крашенинникова-Клишеса и Мизулиной. Напомню, обе эти инициативы были отклонены Государственной думой. Однако принимать законопроект, который будет регулировать защиту прав ребёнка, особенно в так называемых неблагополучных семьях, всё равно необходимо. Ещё летом оба законопроекта были внесены на рассмотрение Государственной думы и были отклонены. Слишком большой резонанс они вызвали среди населения страны. В целом оба документа касались урегулирования различных процессов, в том числе и внутри неблагополучных семей. В частности, отобрание. Именно такой термин применяется разработчиками детей от неблагополучных родителей. Наверное, нужно помогать семье в целом. Причём семье любой, не только семье, у которой есть трудности. А ведь даже благополучная внешняя семья, материально обеспечена, она ведь тоже испытывает огромное напряжение от того, что она не может воспитывать, возможно, ребёнка в соответствии с её ценностями. Потому что и семья, и ребёнок живёт в окружении, когда СМИ, средства массовой информации, вся наша массовая культура, или культура, в которой мы сейчас живём, я, правда, не знаю, можно называть культурой, да, полностью безнравственно, или в большей мере безнравственно, когда ребёнка трудно воспитывать на тех ценностях, в которых ты сам убеждён. В итоге уже постфактум было предложено ещё раз обсудить эти законопроекты на местах, выработать стратегические оценки. Проведение таких дискуссий инициировал генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. По мнению партийного лидера, необходимо собрать предложения для последующей работы над законопроектом. И одно из предложений – сделать формулировки закона более чёткими, чтобы исключить нюансы. Один из примеров – это, допустим, ветхое аварийное жильё, да, может быть, этот критерий взять во внимание, да, изъять детей из семьи, да, он тоже может быть, говорит, ветхое аварийное угроза жизни и здоровью. Это как один из поводов ребёнка. Вместе с тем мы же понимаем, что у нас очень большой процент ветхого жилья, и требующий особенно в сельской местности. Вот один из примеров можно перевести, да. Поэтому это регулирование должно настолько тонко осуществляться, чтобы нам прежде всего сохранить семью и обезопасить детей от негативных последствий изъятия. Римма Галушина, сенатор от Ненецкого округа, выступала одним из разработчиков законопроекта «Мизулиной». Этот документ готовился не один год, работа была кропотливой, но всё же его отклонили. Эта норма, она была продиктована правоприменением 120-го федерального закона. Это комиссии по делам несовершеннолетних, когда занимаются вопросами безнадзорности детей, то они сталкиваются с ситуацией, что дети находятся у бабушек и дедушек, но при этом родители ведут, допустим, какой-то, скажем, маргинальный образ жизни. И возникает вопрос, что дети находятся безнадзора, при этом они находятся у бабушек и дедушек. Но это другая совершенно ситуация, то есть это вещи уже не семейных отношений, а это вещи административных отношений. По мнению полномоченного по правам ребёнка в Ненецком округе Галины Гуляевой, современный законопроект, который бы регулировал отношения в сфере защиты прав детей, необходим. Но он должен быть взвешен и совершенен, чтобы исключить неправомерные случаи отобрания детей из семьи. Главное, чтобы права ребёнка, которого изымают из семьи, не были нарушены. То есть действительно ребёнок нуждается в том, чтобы его изъяли из семьи. Сейчас, я вам говорю, сейчас есть масса злоупотреблений, и несмотря на то, что этот механизм, он работает, он закреплён судебными решениями, но тем не менее он несовершенен. Мнение родителей на круглом столе представила член клуба многодетных семей Ольга Ульяницкая. По мнению матери, принимать законы в том виде, в котором они были представлены, нельзя. Государство должно заботиться о том, как помочь семье, а не как наказать, отобрать ребёнка. Многих проблем можно избежать, если усилить государственную поддержку семей с детьми. В данный момент, конечно же, есть различные нюансы, есть недоработки. Вполне возможно, его стоит дорабатывать, перерабатывать, но не в том формате, в котором он сейчас предлагается. И на сегодняшний день, я думаю, что он даже не подлежит обсуждению, потому что не прописаны очень многие нормы и конкретика. Оба законопроекта отклонены Государственной Думой, но это не означает, что работа в этом направлении завершена. К проекту закона о защите прав детей вернуться позже, при этом учтут пожелания регионов. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Взяли шество над окружными юноармейцами. В Наринмаре состоялось первое заседание Попечительского совета регионального отделения юноармии. Участие в нем приняли командиры воинских частей, расположенных на территории округа, и представители полиции. Инициатором создания Попечительского совета выступила член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре, представитель от собрания депутатов Ненинского автономного округа в Федеральном собрании Римма Галушина. В ходе мероприятия было согласовано положение Попечительском совете и выработаны основные направления работы движения в регионе. Руководитель регионального движения юноармии Данила Хмаренко рассказал собравшимся о планах юноармейцев. Кроме того, юноармейцы планируют участвовать в различных акциях и социальных проектах. В ближайшее время в округе пройдет акция «Письмо солдату». Юноармейцы напишут письма солдатам-срочникам из Ненинского округа. Кроме того, Данила обратился к командирам воинских частей с предложением провести наставническую работу с юноармейцами. Конечно же, есть масса вопросов, которые необходимо решать, а в том числе, например, проведение каких-то сборов. И, конечно, здесь в первую очередь помощь будут наши воинские части. Это, конечно же, организация работы с молодежью, это, конечно же, наша исполнительная власть и наше учреждение. Вот, например, первые сборы мы уже планируем провести сейчас во время каникул на базе туристического центра. В состав попечительского совета также вошли вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов и руководитель департамента образования, культуры и спорта Ненинского автономного округа Антон Пустовалов. Создание попечительского совета обусловлено тем, что патриотическое воспитание молодежи является одним из ключевых направлений государственной молодежной политики в Российской Федерации. Все члены совета будут иметь возможность оказать активную помощь юноармии для реализации основных задач военно-патриотического движения. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 10 декабря, на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok